Всем привет! Сегодня 12 октября, Московская область, я высаживаю зимый чеснок. Грядку я эту 6-метровую подготовила перед отъездом в отпуск, это было 3 недели назад. Мне остается только взрыхлить плоскорезом и можно высаживать чеснок. Это холмики нарыли кроты вдоль всех грядок, здесь у меня растут корнеплоды, еще не убирала. Вот если бы не было под землей грядки-сетки, все эти бы холмики были бы здесь, потому что здесь куча червей. Ветер сегодня ужасный, у меня даже свалило вот такой большой подсолнух, это декоративный, он очень красивый и лег прямо на грядку с клубникой. Вот такая красота! Грядка для чеснока подготовлена, сам чеснок тоже я разобрала на зубчике, выбрала, конечно же, самые красивые, самые крупные. В общем, какой посадочный материал, такой будет у вас и урожай. Это здесь слон сорт, это сорт бульвер, отличный сорт, смотрите, какие у него огромные просто зубчики. И здесь от зрительницы моего канала, это сорт марада, тоже я его разобрала. Красивый чеснок, такой темно-фиолетового цвета. Башкирский, ростовский, в общем, все подписала. Хочу именно сейчас подписываю, чтобы знать и понимать, какой чеснок я в дальнейшем буду выращивать, какой мне понравится. И дальше с посадкой из чеснока у меня все очень легко и просто. Беру березовую ветку, диаметр немаленький у нее и просто делаю отверстие глубиной не менее 12-15 см максимум. Так как у меня чеснок очень крупный, расстояние нужно держать хорошее. Я уже сказала, что буду высаживать поперек. Сортов у меня много. Теперь беру зубчик и просто его укладываю. Все. Не сказала, по-моему, что предварительно. Я весь чеснок замочила в растворе фитоспорина. Раньше замачивала в Максиме и других препаратах. В этом году не хочу этого делать. Так как у меня здесь грядка, можно сказать, органическая, поэтому будем работать с бактериями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет еще раз. Я вчера так и не досняла видео о посадке чеснока, потому что с вечера начался такой ураган в Московской области с дождем. И все это происходило всю ночь. Но все равно я чеснок весь высадила вчера. Сделала отметки по сортам, подписала. Здесь с краю я высадила однозубки, а уже здесь основные зубчики, основные свои сорта. Значит, грядку я ничем не накрываю. Ни соломой, ни засохшей травой, ничем. Я мульчировать начинаю только когда чеснок вышел примерно, уже зелень вышла из-под земли примерно на 5-10 сантиметров. Тогда я начинаю мульчировать. А так у меня всю зиму будет открытая грядка. А здесь у меня крупноплодная земляника грядки. Еще видите, вся какая зеленая, чистенькая, хорошая. Ягоды невызревшие очень много. Она еще цветет здесь у меня вовсю. Здесь какая созрела, мы, конечно, уже сняли. Ребенок поел, она еще цветет. Прям красота такая, но жалко. Урожай мы, конечно, не весь сняли. Буквально через 2 дня у меня будет возможность. Значит, буду подготавливать землянику крупноплодную к земле. Полностью срезать все цветоносы, убирать всю ягоду. Все равно она уже не вызреет. В общем, буду убирать всю такую листву плохую, где пятна, где что. А землянику я не срезаю. Все чистые листы, вот как есть куст, если он чистый, весь хороший, он у меня так и уйдет в зиму. Единственное, что в зиму я буду накрывать спонбондом номер 60. Все накрою. И все и так у меня уйдет все в зиму. Вот такие листы я полностью буду вырезать. Все, что здесь хорошее, все остается. Здесь моя кучиха. Тоже уже поснимали ягоды. Светет. Тоже и зеленая ягода есть. Ну, ничего не поделаешь. Смотрите, сколько ее здесь. Вот. Вот моя ягодка. У меня даже шиндлер начал цвести. Это поздний сорт. Смотрите. Зацвел. Но, конечно же, ягоды я в этом году не увижу. Это поздний сорт. Вот только-только начал цвести все усы, которые выдала земляника. Я буду полностью вырезать. С этой стороны грядка цветная капуста. Только-только начала она скручивать кочаны. В общем, не хватило ей, наверное, недельки полторы, а то и две, чтобы образовался кочан. Но, видите, у меня ее здесь прилично. Наверное, кустов восемь здесь. Вот она прям начала скручиваться уже. Но не хватит, наверное, времени. Поэтому я всю эту грядку вместе с корнеплодами. Здесь у меня черная редька, дайконы. В общем, все корнеплоды я сейчас полностью накрою спонбондом номер 60. Там у меня тоже вся эта новая высадка, крупноплодные земляники. И здесь еще, видите, неплохая рассада. Лист чистый, все отлично. Вот таким образом у меня она уйдет в зиму вся. Вот ус. Единственное, усы я срежу. Все. А так отличная. Вот какой листик, буду его убирать. Это у меня ежевика. Небеса могут... Это осеич. Смотрите, хорошо вы вызрели. По метру, наверное, дал прирост. И вызрели довольно-таки хорошо стебли. Я ее пригинаю. Видите, она у меня так распластала. Потому что я ее прикрепила к земле. Буду укрывать тоже спонбонд номер 60. А это небеса могут подождать. Тоже в метр чуть больше дал прирост. Но она сама ложится. Ее не прикрепила. А потом уже буду ее поднимать весной на шпалеру. Тоже буду ее обязательно накрывать. Потому что эти сорта в Московской области нужно накрывать. В общем, хотела вам показать чеснок, высадку. А показала полуогорода. Вот и все. На чеснок, на грядку ляжет снег. И все будет замечательно. У меня были случаи, когда чеснок прорастал. И уже выпадал снег. И он у меня, наверное, выходил на сантиметров пять. Но ничего страшного. Снег накрывал полностью грядку. И весной он хорошо, замечательно опять сходил. И был прекрасный, крупный, хороший чеснок. И хорошо хранится. Поэтому, если у вас чеснок всходит. И сразу выпадает снег. Это вообще отлично. И ничего страшного не будет. В общем, у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.